3 миллиона долларов присваивает ежемесячно высокопоставленный взяточник в Казахстане. Шокирующая информация прозвучала сегодня на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Нур-Отан. Сфера госзакупок по-прежнему самая коррумпированная. Именно здесь предприимчивые чиновники находят лазейки для обогащения. На втором месте незаконные сделки с землей и взятки в системе образования. Замыкают список дорожная полиция и таможенный комитет. В большинстве регионов борьба с мздоимством буксует. Почему, выяснял Дмитрий Крюкович. Глава антикоррупционного ведомства Кайрат Кажамжаров подчеркнул, в ряде регионов действуют устойчивые преступные схемы, а в карманы взяточников утекают огромные суммы. Это может быть 5 тысяч тенге с физического лица, но наши аналитики говорят о том, что и преступный доход в таком случае достигает месяц порядка 2-3 миллионов долларов. Новая антикоррупционная программа пока только набирает обороты. Не случайно Нурсултан Назарбаев отметил важность пяти институциональных реформ для дальнейшего развития и укрепления государственности. Теперь во главу угла ставится непримиримая борьба с коррупцией, а снижение предпосылок для незаконных вознаграждений будет важным условием для реализации реформ. На местах чиновников заставят более активно включаться в борьбу с коррупцией. Эту роль предложили возложить на маслехаты, которые пока бездействуют. Маслехаты сегодня практически самоустранены от этой работы. Я с 2010 года каждый раз повторяю, что маслехаты районов, городов к этой работе пока еще не подошли как следует. С их точки зрения, с точки зрения самого секретаря маслехата. Но когда с ним сядешь разбираться, по пунктам идешь, оказывается в 30 мероприятиях из более чем 60, маслехаты обязаны участвовать. На сегодняшнем заседании также рассмотрели координацию работы государственных органов и неправительственного сектора. Роль общественников добавит прозрачности. В сфере образования тоже грядут реформы. Члены антикоррупционного совета предложили лишить хозяйственной деятельности директоров школ. Теперь они не будут иметь никакого отношения к тендерам. В Нур-Атане считают, это заметно снизит количество должностных преступлений в одной из самых коррумпированных сфер. Предполагается также вести в школах уроки антикоррупции. Дмитрий Крюкович, Алибей Калиев, Хабар, Астана.